Снета, привет! Привет! Вот и завершился ретрит на Алтае. И какие итоги ты подводишь? Как он прошел лично для тебя? С какими задачами ты столкнулась, возможно, новыми или ожидаемыми? Был ли он чем-то, может быть, особенный, этот ретрит? Расскажи. Ну, каждый ретрит я могу сказать, что он особенный. Потому что приезжают люди, конечно же, постоянно, они постоянно разные. Даже если приезжают одни и те же ребята, что бывает чаще всего, процентов 33-33, то, наверное, это те, которые уже были у меня неоднократно. Но новые, с новыми запросами, с новыми раскрытиями. И, конечно же, для меня приятно, что люди приезжают, думают, что мы сейчас будем с ними болтать. И я буду им, как психолог, раскрывать какие-то, может быть, темы. Но когда они понимают, что я им открываю другую плотность, другой мир, и когда они могут это не услышать от кого-то, не пропустить это через голову, а почувствовать, ощутить это телом и прочувствовать самим собой, то это, конечно, уже другие процессы начинаются, другие результаты. И вот это вот новое состояние людей, новый восторг от того, кто они, что они могут, и какие у них вообще возможности, таланты, и какой у них объём. Когда видишь вот эти вот лица, это, конечно, это того стоит. Вот как раз про то, чего тебе это стоит. Можно вот в этом интервью приоткрыть немножко завесу в твоё пространство личное? Поделись, чего стоят ретриты мастеру тебе? Чего стоят ретриты мастеру? Ну, это в первую очередь, конечно же, первый день, это знакомство. Как со стороны, может быть, кажется, что это просто знакомство, бла-бла-бла. Но первый день это я смотрю поля ребят и выстраиваю своим полем. Во-первых, ставлю купол, как бы это смешно ни звучало, да, чтобы в наше поле уже никто не заходил. И оно работало именно на расширение. Что стоит это мне? Но физически я понимаю, что то, кто есть мы, мы намного больше, чем тело. И именно поэтому я, наверное, много рассказываю на марафонах на своих, как нужно содержать своё тело, как нужно его расширять и развивать, как нужно его укреплять. Потому как, когда я работаю вне тела, то тело не всегда выдерживает эти вибрации. И да, бывает такое, что там на четвёртый день ретрита там уже начинает там кровь идти из носа, там бывает, что откаркивается кровью. Но эти процессы заканчиваются после ретрита в течение двух дней. И это так реагирует физическое тело. Потому как держать поле, это действительно такой процесс затратный, я бы сказала, наверное, такой энергозатратный. Именно поэтому я много работаю со своим физическим телом. Наверное, так. А расскажи, пожалуйста, а для чего мастер создаёт вот это поле? И для чего нужно его держать? Что это даёт участникам? Что они получают? Для чего нужно держать поле? Так как я вижу не одну плотность, я могу взаимодействовать не с одной плотностью. И я понимаю, что не все плотности готовы радоваться и хлопать в ладоши от того, что прорастают новые осознания, новые я вылезают из своих скорлупов. И чтобы на первых этапах, потому что ребята, когда открываются, ребята, когда понимают и находят своё я, что они такие немасштабные, глобальные, их просто бывает, что распирает, и они пытаются неосознанно выйти в пространство себя, понимая, что они могут и это, и это, и для них сейчас всё возможно. И, наверное, именно поэтому я как маленьких птенчиков сдерживаю в гнезде, чтобы показать им, а как ещё можно, как нужно это делать, а как нужно с этим научиться жить, когда не будет меня, как они с этим будут взаимодействовать. И вот для этого как раз это есть единое поле, чтобы они были как бы у меня под крылышком какое-то время, чтобы они могли узнавать и прочувствовать себя, свои габариты, которые вне тела. Наверное, вот для этого. Ну, я как участник ретрита скажу, что я это прочувствовала. Вот, просто я никогда не спрашивала сама, вот как это вообще, как это можно объяснить, вот эти ощущения, потому что ощущения-то они есть, а что происходит за этими ощущениями. Вот, на самом деле, я, например, ну, как бы моих знаний не хватает. Это очень-очень интересно, вот то, о чём сейчас ты рассказываешь, приоткрывая эти моменты для нас. А как потом, после ретрита, выстроить своё поведение, жизнь, для того, чтобы максимально... Вообще, что бывает, что происходит после ретрита? Как максимально сохранить этот результат? Ну, вообще, сохранить результат его не получается. Оно идёт либо вперёд, либо люди откатываются назад. Потому что приезжают домой абсолютно перепрошитыми. И бывают такие моменты, что люди, конечно, не могут вывести это со своим социумом, со своей семьёй. И им проще вернуться назад к себе, к тому. Но это осознанный выбор. Они уже понимают, что они могут и так, и так. И они для себя уже понимают, что да, я могу так, но мои близкие мне настолько дороги, что я лучше поживу вот такой жизнью. Это тоже нехорошо и неплохо, это их выбор. А есть те, которые идут дальше. Идут дальше, то есть, что значит идут дальше? Это не прочтение каких-то умных книг или сдача экзаменов. Это погружение в себя. Это когда они начинают чувствовать и находить каждый момент своего действия, своего существования. Я обо всём рассказываю на ретритах, но очень часто бывают ребята, когда они ретрит проходят, потом себя подтягивают, то есть осознают, научаются ощущать и через ощущение получать чувствование. И когда они проходят вот эту вот стабилизацию, то они едут на следующий ретрит, чтобы получить новый, следующий пласт своего состояния. Да, есть уже запросы на следующий ретрит, именно вот от группы, от участников этого ретрита. Мне это очень понятно почему, потому что я тоже так последовательно, получается, участвую в этих трансформациях, в своих личных трансформациях, благодаря ретриту. Я хотела бы ещё спросить по поводу влияния места. Вот, всё не случайно. И как вот синхронизировались запросы этой группы, вот ретрита на Алтае, который прошёл, и энергетика этого пространства, мощного пространства. Вообще была ли это синхронизация, было ли это важным каким-то аспектом, или это не очень влияет? Нет, это было важно, потому что я уже понимала, что в моём поле уже есть люди, которым я нужна на определённом этапе чувствования, но есть и следующий, следующий пласт людей, да, грубо говоря, которые готовы идти дальше. Вот, и мы постепенно с ними встречаемся, срабатываемся, и как раз вот на Алтае, на Алтае это да, это место силы, которое перезагружает по запросу, ребят, на Алтае, Алтае может разрушить, может загрузить, а может вообще вас не заметить. Вот, и как раз вот на Алтае у нас была новая перезагрузка, у меня конкретно, где я поняла, что у меня будут проходить как ретриты для ребят, которые готовы идти к себе, так и, наверное, закрытые ретриты, они будут минимальные, закрытые, и они не будут объявляться в соцсетях, они будут проходить раз в год, это уже будут для других. Вот, и это, наверное, была моя основная перепрошивка, ну и, конечно же, я всё-таки созрела и дозрела, Алтай меня всё-таки поставил на путь, что всё-таки это нужно начать делать сейчас, и я начала писать книгу. Просто вау! Этот ретрит, он дал мощной трансформации всем. Можно в двух словах, если сейчас это можно, в двух словах сказать, что это за проект, книга, ну это мощно, о чём, интересно, как ты это видишь, что в чём идея заключается? Ну, сейчас две книги в параллели, то есть, одна книга, это, ну, что-то такое, меню автонома, это, в первую очередь, то, что не нужно делать, чтобы не угробить свой организм. Это будет такая маленькая, тоненькая книжечка, где я буду рассказывать про травы, что, какие травы с этим делают, чтобы не рас... потому что очень часто спрашивают одни и те же вопросы, и на них отвечать, либо людей посылать на какие-то ролики, ну, тоже не всегда, не всем удобно. Вот. Они такие будут, как брошюрка, да? Значит, первая книга, это у нас про то, как входить в автономию. Да, как входить в автономию, как входить в сухие дни, как работать со своим телом, что лучше сделать, чтобы не было слабости, или чтобы у тебя не пошёл организм на, наоборот, на какие-нибудь процессы, которые замедлят твою молодость, твоё здоровье. Чтобы этого избежать, вот такие рецепты от себя я там пропишу. Здорово. Я думаю, что это будет очень практичное решение для людей, кто ищет как раз решение для своего тела. И вторая книга. И вторая книга, это будет автобиография, будет называться «На рождение аватара». И в этой книге я как раз расскажу, когда у меня был первый опыт выхода из тела, как я это всё чувствовала, как я это ощущала. Она будет в таком в лёгком художественном стиле. И чтобы вы могли поближе познакомиться не только со мной, а с тем, про какие процессы я говорю, чтобы не было у людей сомнений, вернее, ложного впечатления, которые думают, что если ты перестаёшь есть и пить, у тебя сразу же всё сбывается. Нет, это не про это. Это в процессе себя ты приобретаешь эти навыки, которые в дальнейшем ещё больше тебя раскрывают. Наверное, вот про это. Это здорово. То есть ты немножечко больше нас отпустишь в свою жизнь. Да. Это очень интересно. А какая будет первая книга, когда она планируется? Ну, я думаю, первая книга, она уже будет... Так, у нас в октябре будет ретрит в Москве, а в ноябре в Сочи. Я думаю, что к московскому ретриту мы эту книжку постараемся подготовить. Но это зависит не только от меня. Там много факторов таких, что... Ну, много всяких нюансов, которые зависят не все от меня. Вот. Поэтому постараемся подготовить к ретриту, чтобы у ребят уже были эти книжечки. Вот. Вот как-то так. Ну, здорово. Ну, я думаю, будут какие-то ещё анонсы, да, наверное, отдельные? Да, конечно, ещё будут. Как только у нас будет уже какое-то понимание, как и что, наверное, наверное, уже будет... Всё расскажем. Всё в Телеграме, в соцсетях. Мы всё это обязательно расскажем. Не переживайте. Ребята, это всё для вас, поэтому вы это не пропустите. Спасибо, Света. Что-то есть ещё про ретрит на Алтае? Что бы ты хотела добавить? Возможно, то, о чём я не спросила. Ну, на Алтае, наверное, я бы на камеру не очень много бы хотела добавить, потому как достаточно глубокие процессы шли. Вот. А если ребята готовы сами на себе прочувствовать, то присоединяйтесь на московский ретрит и на сочинский. И ещё раз могу сказать, что создаём ретриты мы в каком-то месте не потому, что мне так хочется, не потому, что так удобно или там больше людей, а именно потому, что есть определённый запрос с пространства, где какой ретрит и в какое время должен проходить. И если вы думаете, что вам туда, вы не думаете, вам туда. Здорово. А можно как-то, например, заранее это планировать? То есть ты насколько заранее это видишь для себя, вот примерно какую-то схему, вот эту географию, да, где в пространстве лучше реализовывать ретрит? Ну, раньше я это не видела, у меня как-то не было вот этого видения. Сейчас у меня есть такое понимание, и я думаю, что, наверное, в ближайшие несколько месяцев мы составим прям график, план на год, чтобы ребятам было удобно планировать какие-то отпуска, какие-то моменты, куда и когда они могут приехать. Это было бы, да, очень здорово, потому что, ну, социальная жизнь накладывает свои, так сказать, отпечаток, да, вносит коррективы, и планировать, конечно, было бы удобно. Света, благодарю тебя за эти ответы на вопросы, много, много чего мы осветили. Спасибо тебе большое. Спасибо, Время, присоединяйтесь.